Это интерактивный прототип сайта по продаже щеток стеклоочистителей, который я сделал в Акшуре. А это документ, который его описывает. Он экономит моим клиентам деньги, повышает качество моей работы и помогает разрабам не ошибаться с оценкой разработки. Возможно, это видео поможет вам не бояться таких документов, работать над ними быстрее, а также зарабатывать еще столько же денег сверху, сколько вы зарабатываете продавая услуги дизайна. Называется документ «Функциональная спецификация». И я его пишу после того, как заканчиваю работать над интерактивным прототипом. Пишу я его сам, в 100% случаев, даже для крошечных лендингов, и чуть позже объясню, почему. Давайте сначала пару слов о себе расскажу. Меня зовут Егор Камелев, я проектировщик интерфейсов. Сейчас обычно таких называют UX-дизайнер, но я предпочитаю слово «проектировщик». Я работаю с 2005 года, занимаюсь этим, работал в студии, работал на фрилансе, работал в проектах, как в чужих, так и в собственных. Вот основные рабочие артефакты, которые получаются в результате моих трудов. Первое — это функциональные требования. Интерактивный прототип в Акшуре — это документ, с помощью которого я собираю все основные хотелки по проекту и оцениваю стоимость проектирования. Интерактивный прототип в Акшуре — это непосредственно перелинкованные экраны, которые супер-пупер наглядно показывают клиенту, как система будет работать. Ну и, наконец, функциональная спецификация. Это документ, который описывает интерактивный прототип в Акшуре. И вот сейчас я вам как раз покажу именно пример функциональной спецификации и расскажу об его особенностях. Для чего делается, в принципе, функциональная спецификация? Это последнее, что я вам скажу перед тем, как перейти уже к самому документу. Во-первых, таким образом я проверяю результат собственной работы, сделал прототип, начинаешь его описывать, и в процессе описания выясняется, что 30% вещей надо переделать, дополнить, дописать, потому что что-то упустил. Передача информации разрабам. Документ отправляется к разработчикам, и у них в документе есть ответы на те вопросы, которые они ни за что не получили бы, глядя на перелинкованные картинки. Ну и, наконец, формализация результата. Это самая слабенькая причина, зачем писать функциональную спецификацию. Но иногда надо вот какой-то документ живой, который подтверждает, какая работа была сделана и описывает, что было проделано. По итогу функциональная спецификация ускоряет и удешевляет разработку. Особенно я почувствовал ценность функциональной спецификации во время работы на собственном проекте. Там у меня была команда разработчиков, которым я платил 275 тысяч в месяц, и получилось так, что мне удалось сравнить скорость выполнения двух задач, очень похожих друг на друга. Но по первой задаче я не написал функциональную спецификацию, сэкономил 50 тысяч рублей, и разработчики делали ее 2,5 месяца, что обошлось мне в 687 тысяч рублей. А во втором случае схожую задачу я описал в функциональной спецификации. За это я заплатил 50 тысяч рублей, и разработчики справились за месяц. Если что, это были не однотипные задачи, они были одинаковые по объему работы, по количеству вопросов, которые эти работы вызывали. И, соответственно, я заплатил 50 плюс 275, и того 325 тысяч рублей. То есть примерно в два раза дешевле мне обошлось выполнение задачи с документом, чем без документа. И этого примера хватает любому моему клиенту на проектирование, чтобы он тоже захотел не отказываться от такого документа. Ладно, поехали. Вот пример функциональных требований к проекту. Это первый мой артефакт. Поговорили с клиентом, собрали функциональные требования, скинул я ему ссылку на этот документ, он оставил свои какие-то комментарии, все согласовали. Дальше подписали договор. В приложении к этому договору как раз будут эти самые функциональные требования, и проект уходит в работу. Дальше я делаю интерактивный прототип. Как я его делаю, это отдельная огромная история. И, наконец, после того, как прототип готов, наконец-то я пишу функциональную спецификацию. Давайте теперь посмотрим на этот документ. Название документа. Я обязательно указываю автора. Если автор легко гуглится, то достаточно указать имя и фамилию автора. Если нет, то, наверное, имеет смысл оставить какие-то контактные данные, потому что вот этот документ, он наверняка кому-нибудь пригодится года через три, когда о проекте вспомнят. Не всегда так бывает, но довольно часто. Начинают что-то делать, переключаются на что-то другое, вспоминают, возвращаются. И если документ был плохо составлен, то, во-первых, ничего не понятно, что он описывает, во-вторых, непонятно, кто его делал и как его найти. Обязательно ссылка на прототип. Вот он. Оглавление. Оглавление формируется автоматически из заголовков различных уровней. Поэтому внимательно я слежу за тем, какие заголовки использую в документе, потому что они формируют оглавление. Я использую оглавление в виде ссылок. Если бы мне нужно было распечатывать этот документ, я бы использовал оглавление с номерами страниц. Введение в документ. Этот раздел нужен для того, чтобы ввести в курс тех, кто не в теме. Что это за проект, для кого этот документ. Вот это все. Здесь сразу же я ввожу цветовое кодирование. Этот документ я писал, можно сказать, на два этапа вперед. Поэтому белый текст — это то, что планируется делать в первую очередь. И то, что нужно оценивать. А текст, выделенный голубеньким, — это то, что понадобится когда-нибудь в будущем, когда и если первый этап успешно будет завершен и хорошо отработает. В общем-то, для разработчиков это полезная информация, потому что они будут принимать более верные решения, выбирая те или иные технологии. Они будут смотреть на два шага вперед. Дальше. 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 А корейского языка нет в языках интерфейсов системы, и мы ставим ему английский. Вроде мелочь, а кто о ней подумает, кроме как проектировщик системы? И, как вы понимаете, ни в макетах в фигме, ни в интерактивных прототипах разработчики не увидят этой информации. Вот пример раздела нестандартного формирования стоимости товара. Все нестандартные вещи мы тоже не забываем, описываем максимально простыми словами. Работа с контентными разделами. Здесь нет ничего особенного, но вот опять же обращу ваше внимание на то, что проектировщику следует задумываться, откуда будет браться тот или иной контент в том или ином разделе. Как часто он будет редактироваться, кто этим будет заниматься, по какому принципу будут формироваться ссылки и так далее, и так далее. Опять же, кто об этом подумает, кроме вас? Ну, теоретически об этом системный аналитик в нынешнее время думает. Но когда я начинал заниматься проектированием, такой должности в природе не существовало. А о том, почему не очень хорошо, когда в проекте слишком много участников, и как сильно теряется информация, и как это выглядит в глазах клиента, я, наверное, расскажу в отдельном видео. Вот пример человека понятного текста. Если для какой-то языковой переменной не будет контента, то будет использоваться то, что есть. Например, если какой-то английский текст не переведен на китайский, то используем вместо него английский. Обратите внимание, любые не очень понятные вещи, кроме того, что я описываю их какими-то общими словами, я обязательно не ленюсь и привожу конкретный живой пример. Потому что кто бы ни читал этот документ, ему всегда будет удобнее мыслить конкретными примерами, чем абстрактными понятиями. Отдельный раздел для кукис. Я сам не очень силен в этих вещах, но стараюсь хотя бы на обывательском уровне задумываться, где хранится временная информация, как долго она хранится, для чего конкретно. Я, если честно, не знаю, насколько этот раздел поможет программистам, но мне он точно помогает в целом понимать, как работает система, и задумываться о тех вещах, о которых не задумываются другие проектировщики. В конце любого раздела у меня может быть такой вот термин «тезисы», и я начинаю тезисно перечислять какие-то вещи. Все, что у меня не влезает в стандартный формат описания раздела или сущности, я могу смело написать в тезисах. Потом можно будет что-то из этих тезисов вытащить и привести к стандартному виду. Главное просто, чтобы ничего из полезных мыслей не терялось. Если что-то вызывает у меня затруднения в описании, я могу всегда это перенести в тезис и описать простыми словами. Структура системы. Ну, это раздел для тех, кто хочет с высоты посмотреть на общую структуру. Сквозные элементы. О, это суперважный раздел, потому что поначалу у меня его не было многие годы, и я описывал все в рамках конкретных разделов по много раз. Это что-то типа мастеров в Акшуре или компонентов в Фигме. Зачем нам по 10 раз описывать одно и то же, если можно один раз описать все подробненько в одном месте и потом редактировать в этом же месте и ссылаться на это место из документа. В общем-то, сквозные элементы для этого и предназначены. Здесь вот модальные окна, немодальные, шапка для неавторизованных, основное меню навигации и так далее. Поехали. Элементов сквозных у любой информационной системы очень-очень много. Обратите внимание, что я не пишу что-то вроде «каждое модальное окно состоит из» и пошел перечислять из заголовка, из кнопки закрытия модального окна и так далее. Такой вид короче. Из контекста и так понятно, что происходит. Значит, экономим место, зачем писать лишний текст. Опять же, я стараюсь в любом месте функциональной спецификации в описании сквозных элементов задать все необходимые значения по умолчанию с пометкой «Если иного не указано в функциональной спецификации». То есть таким образом я могу в любом месте функциональной спецификации сослаться на то, что это модальное окно. И пока я не уточнил каких-то особенностей этого модального окна, разработчик будет считать, что оно действует ровно так, как я описал в этом разделе со сквозными элементами. Вот опять обратите внимание, я описываю шапку для неавторизованных посетителей и сразу пошло перечисление, из каких элементов она состоит. Логотип, индикатор и смотрите, если индикатор тоже из чего-то состоит, я не пишу, что, допустим, индикатор выбранного региона по клику «Вызов модального окна смены региона». И дальше я не пишу «Модальное окно смены региона состоит из». Нет, я просто перечисляю под следующими пунктами. Иконка, название региона. Точнее, нет, это не вызов модального окна. Это описание индикатора выбранного региона. Дальше. При описании чего-либо я вначале озвучиваю сущность, которую собираюсь описывать дальше, а потом уже все остальное, что имеет отношение к этой сущности. Допустим, поле поиска по сайту, логотип, индикатор. В поле поиска состоит текстовое поле, иконка отправки поискового запроса, ну то есть типа кнопка «Найти», но она в виде иконки и так далее. То есть я не забываю на первое место поставить название сущности, которое я дальше описываю. Основное меню навигации. Снова тезисы. Мы их часто будем встречать в этом документе. Иногда я курсивом выделяю какие-то мысли, которые должны что-то объяснить читателю, просто чтобы ему стало понятней, вот почему проектировщик принял то или иное решение. Если какой-то спорный момент, я вполне могу объяснить, почему я сделал так или иначе. Или если какой-то момент, который за меня решил, как работает клиент, заказчик. Я тоже опишу это курсивом, чтобы никто потом на меня не ругался, а ругался на клиента. Вот пример описания простых исходов сценариев. Форма поиска по номеру государственной регистрации. И я описываю, что происходит при нажатии на кнопку «Найти» для случая, когда ничего не найдено, и для случая, если что-то найдено. Тоже никаких сложных форматов, просто многоуровневый список с описанием происходящего. Для каких-то суперсложных навороченных случаев, разумеется, такой формат не подойдет, когда у нас есть 10 различных вариантов. Там мы будем использовать другие технологии. Но чаще всего вот этого достаточно. Ошибки формы. Описывая любую форму, я обязательно перечисляю также и какие ошибки могут возникнуть в этой форме. Потому что если не я, то это сделает кто? Программист. А кто проверит его работу? Кто согласует это? В общем, возникнут сложности. Вот хороший пример. Здесь я буквально на двух страницах описываю принцип работы хлебных крошек, для того, чтобы потом, описывая разделы, в которых есть хлебные крошки, я мог написать просто слово «хлебные крошки». Вот опять же хороший пример. Я в одном месте описал, как работает и выглядит карточка товара, а затем использую только ее название. Здесь в тезисах, кстати, я дополнительно пишу, где эта карточка товара используется. То есть вот она в списках товаров, каталоге, на страницах отдельных товаров, избранном и так далее. Постраничка, блок фильтрации, подсказки, параметры фильтрации. В общем, как видите, 18 страниц из 40 я посвятил описанию каких-то сквозных элементов. А если бы я этого не сделал, то документ был бы далеко не 40-страничным, потому что во многих из этих разделов эти сущности повторяются. Вот начались настоящие страницы. Как видите, я в описании страницы авторизации не пишу, что здесь есть шапка, что здесь есть подвал, потому что зачем? Я один раз в разделе, где описывал шапку и подвал, написал, что эти элементы присутствуют на каждой странице сайта, если в функциональной спецификации не указано иное. Опять же, экономлю место и время. Главная страница. Здесь у меня нет какого-то комментария по функциональной спецификации, но в очередной раз не поленюсь повторить о том, что главную страницу я проектирую в самом-самом конце, когда уже известно содержание всего остального сайта. Начинать проектирование сайта или дизайн сайта с главной страницы мне кажется большой ошибкой. Придется потом все переделывать, когда будут спроектированы другие страницы, и мы наконец поймем, что же действительно должно быть на главной. Это как ставить звезду на елку, не собрав самой елки. Ну, здесь пример обыкновенного какого-то раздела страницы категории товара для модификации автомобиля. Я здесь обращаю внимание на то, как легко его описать, когда все сквозные элементы, они описаны уже где-то в начале документа. То есть получается очень лаконичное описание для любого раздела. На самом деле, когда я пишу такие документы, поначалу, когда вот описываешь самые первые разделы, тратишь очень много времени на продумывание всяких мелочей, элементов, задаешь в структуре функциональной спецификации места, где что должно размещаться. Зато после того, как в начале вот так вот плодотворно поработал, дальше дописать документ становится очень легко, потому что разделы описываются очень просто, и лишь изредка мне приходится возвращаться к сквозным элементам и чем-то их дополнять. А еще в такой документ, структурированный таким образом, в дальнейшем будет очень легко вносить правки. Здесь пример того, как я указываю заголовок, состоящий из переменных, потому что если заголовок чего-либо формируется автоматически, то желательно при проектировании хорошо представлять, из каких именно данных он формируется. Здесь я обращаю внимание на то, что в этой конкретной функциональной спецификации я не задаю ограничений на количество вводимых данных. Вот я пишу «многострочное текстовое поле, ваш комментарий». Но в принципе во многих случаях я мог бы написать и тип данных, ну тип данных и так понятен, что это текст, и максимальную длину вводимых данных. Еще я мог бы здесь спроектировать условно индикатор количества оставшихся символов и так далее. То есть все зависит от конкретного случая. В данном случае я посчитал, что это нецелесообразно. Бывают вот и такие разделы, страницы аксессуара. Давайте почитаем. На первый взгляд функционально страница аксессуара не отличается от страницы стеклоочистителя. Будет другой набор характеристик и все. На всякий случай оставляю этот раздел, если найдем какие-то еще отличия. То есть я не ограничен какой-то формой, каким-то форматом этого документа. Если я что-то хочу передать разработчикам или клиенту, я могу всегда написать что-то простыми словами, в свободной форме, и никто мне и слова не скажет. Нету никакого злого надсмотрщика, который посмотрит на формат моего документа и скажет «Нет, Егор, ты пишешь как-то несерьезно, неправильно». Нет, моя цель — передать информацию следующим участникам разработки проекта. Ну, собственно, много синих разделов, это которые на будущее. И напоследок хотелось бы сказать, что некоторые вещи в документе не продуманы или продуманы, но не описаны. Всегда, подготавливая документы, я действую где-то посередине. То есть мне нет смысла описывать вообще все-все-все досконально. Не всегда понятно, где вот эта линия водораздела между тем, что должен решать проектировщик, а что все-таки должны решать разработчики. Вот хороший пример. Страница отписки от рассылки. Сюда пользователь попадает, кликнув по ссылке в письме с рассылкой. Вот текст. Вы успешно отписались от рассылки, название рассылки на e-mail пользователя. И, к примеру, разработчик в этом моменте может такой подумать, «Так, стопэ, у нас рассылки есть. А как эти рассылки работают с точки зрения языковых версий?» И по-хорошему надо бы в документе где-то было описать, что рассылки мы все отправляем там на одном языке, например, на английском. И мы не обращаем внимания на то, какой язык системы, сайта был выбран пользователем. Или мы можем описать, что язык рассылки зависит от языка сайта. И это отдельный сценарий, его мы тоже описываем. Показать эти вещи в интерактивном прототипе мы никак не можем. Или в фигме, в дизайне. Но продумать, спроектировать их нужно. Кто это делает? Проектировщик. Желательно не давать этого делать программистам. Если, конечно, мы не хотим, чтобы они взяли на себя за это ответственность и потом отвечали за результат. В целом, в двух словах, по функциональной спецификации все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся в следующий раз.